Микс Ньюс Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Давненько не слышались, но, наконец, гора с горой не сходится. Мы с Вадимом Родионовым снова встретились в студии. Да, и сегодня у нас есть возможность и повод поговорить, и что будем обсуждать. А сейчас тема такая, вроде как банальная, но я в последнее время часто слышу ссылки на эту тему не что иное, как знаменитая пирамида Маслоу. Ну да, нередко её, кстати, упоминают. Её очень часто упоминают. И это очень интересно, насколько она, в общем-то, достаточно условна. И насколько уже и писали, что нет ей научного подтверждения. И тем не менее, очень популярная история. Сколько-то напомнить. Абрахам Маслоу, американский психолог, который ещё аж в 43-м году впервые о ней упомянул, о пирамиде потребностей. Причём поначалу даже пирамиды не называл. Потом, по-моему, в 56-м году о ней написал окончательно. Он занял такую простую вещь, как градации наших потребностей. И в итоге выстроил их в виде пирамиды. Естественно, в базу он заложил самую основу. Это физиологические потребности. Ну, еда, например. Еда, сон и тому подобное. То есть, то, без чего мы, в принципе, жить не можем. Следующее, что он заложил, это потребность в безопасности. То есть, некая стабильность, ощущение какой-то гарантированности будущего, ощущение того, что тебе на данный момент твоей жизни и благополучии ничто не угрожает. Но это уже психология, кстати, не физиология. Это уже ощущение на уровне, да. Ощущение. Ощущение. Третье, уже еще более тонкое, потребность в принадлежности и любви. То есть, ощущение любимости, ощущение того, что вокруг тебя есть или семья, или некая группа людей, с которой ты себя соотносишь. Это может быть что угодно. Народ, партия, племя. Что угодно. Следующее было потребность в уважении и почитании. Это уже статус какой-то. Да, это некий авторитет. То есть, когда окружающий тебе мир признает твои достоинства, твои заслуги и так далее. То есть, для кого-то твое мнение что-то значит. И, наверное, мы все знаем, что это важно. Следующее – это потребность в познании. То есть, некие интеллектуальные вещи. Стремление и способность. Мне кажется, здесь отсюда очень связаны и стремление, и способность. Без стремления совсем тяжело узнавать что-то новое, учиться чему-то новому, осваивать какие-то новые сферы. То есть, может, такая интеллектуальная вещь. Дальше идут эстетические потребности. Например, посещение музеев, если так упрости. Всё связанное с красотой, гармонией и так далее. И верхушка пирамиды – это потребность в самоактуализации. То есть, ощущение осмысленности бытия, ощущение того, что ты реализован, ощущение того, что ты состоялся, и, наверное, не зря коптишь небо на этой земле. Счастье, причина то, что приходит только со временем. Что интересно, что вообще-то эта пирамида всюду подаётся как характерная для всех и общепринятая. Такая универсальная история. Да. Только учитывая то, что Маслов, Маслов, я думаю, что Аврам Маслов, а не Абрагам Маслов, ну да ладно. То, что Маслов людей, которые на всяких ступенях что-то своё получают, называют, таким словом, счастливчики. То есть, это вообще-то изначально не всем везёт. Но, может быть, не у всех есть потребность в удовлетворении всех потребностей, потому что ведь люди вообще существа достаточно иерархически, как мне кажется, устроенные. Соответственно, что одного удовлетворяет, второго нет. Я думаю, что чем больше в этой пирамиде размышляешь, тем больше видно, сколько там условностей, и как с многим можно поспорить. Так вот, Маслов говорил, что счастливчики – это те, которые в самом раннем детстве получали удовлетворение физиологических потребностей и чувства безопасности. Это те, которым уже повезло. Дальше к подростковому возрасту он относил тех, кто стали счастливчиками, которым повезло с ощущением любимости. Тут я бы тоже уже задался вопросом. Если человек только в подростковом возрасте ощущает реализацию себя в любви, это что-то в этом не слава богу. А люди, которые достигали верхушки всего этого, это обычно, по мнению Масла, были люди в районе 50. Ну, наверное… К этому возрасту уже. В этом есть логика. Самоактуализация, наверное, требует времени. И опыта. И опыта, и времени, и багажа, когда ты… Наверное, сама реализация так легко не даётся. И, по-моему, где-то было написано, не знаю, так ли, что, по мнению Маслов, верхушки достигают примерно 2% от населения. То есть, когда он поднимается на это условно… То ощущение самоактуализации, что ты составил, что ты реализовался, это, по мнению Маслов, удел немногих. Как, ну, не знаю, как кем-нибудь Джамалунгмой. Мало кто добирается до её верхушки. А некоторые остаются трупами на её склонах. Ну, выглядит, да, достаточно устрашающе. Вот. Но не все стремятся ведь дойти до этой верхушки, мне кажется. Потому что если мы проводим аналогию с реальными, там, девятитысячниками, например, то, в общем-то, далеко не все хотят подняться. Есть определённая категория людей-альпинистов, которые готовы жертвовать, в том числе, и жизнью для того, чтобы покорить Северест. Но многих удовлетворяет то, что они просто посмотрят фильм по «Дискавери» и, соответственно, туда не лезут. И я, наверное, отношусь к многим. И я тоже, безусловно. Если верить маслу, в общем-то, вскарабкаться по ступенью этой пирамиды – это чуть-чуть последовательное действие. То есть, и тут я нахожу массу несостыковок. Например, потребность в безопасности, как непременное условие того, чтобы подняться выше, чтобы удовлетворить потребность в любви, в эстетических, в развитии, в творчестве и так далее, и так далее. Вроде бы звучит хорошо. Но, кстати, чем-то напоминает высказывание кого-то из отцов-основателей Соединённых Штатов, который сказал, что мы должны воевать, чтобы наши дети изучали военное дело, металлургию, математику, чтобы их дети изучали геометризм, кораблестроение и ещё что-то. Их дети смогут изучать живопись, музыку и тому подобное. То есть, тоже требует некой иерархии добраться до вещей, связанных просто с эстетикой. Но при этом сам человек не добирается, добираются его потомки. Да. Но, с другой стороны, если мы посмотрим, на самом деле времена, связанные с войнами, времена, связанные с революциями, казалось бы, времена достаточно, уж что там точно нет безопасности. И, тем не менее, если мы посмотрим все эти времена, возьмём начало XX века, со всеми войнами и революциями, это невероятный всплеск культуры. Чего угодно. Если это идёт параллельно, получается? Да вот я думаю, что совсем не всегда безопасность – это обязательные условия дальнейшего развития. Но безопасность, мне кажется, отсутствие безопасности, может быть, это же всё-таки обостряет ощущения, обостряет чувства, в том числе и в культуре, и искусстве. Потому что мы можем взять картины, и значительная часть из них будет посвящена как раз вопросам небезопасным. Это могут быть войны, могут быть трагедии, могут быть убийства. И далеко не вся мировая живопись, в общем-то, основана на чём-то благостном и безопасном, вот если так порассуждать. И это тоже. А потом меня посещает крамольная мысль, а в каждом ли вообще заложена эта творческая жилка? Каждый ли способен? То есть это история о том, что если всем дать безопасность, спокойствие, и из всех начнут рваться наружу творческие способности, я думаю, что это не совсем так. Если помните, понедельник начинается в субботу с Тругацких. Да, с Тругацких, конечно. Суетовокруг дивана. Да. Где профессор выбегал, хотел создавать идеального человека, он создал идеального потребителя. С условия, что тот потребит всё, что ему необходимо, тогда он начнёт создавать неимоверные культурные блага. Это ведь на коммунизм, в общем-то, утопичность каждому по потребностям, каждому по труду. Выяснилось, что созданный персонаж попытался употребить всё. Время, пространство. Если бы вовремя не остановили, это могло бы закончиться непонятно ничем. То есть идея о том, что человек, который сыт, находится в безопасности и стабильности, немедленно начнёт что-то творить, это глубоко ошибочно. Кроме того, нам вспоминается Виктор Франкл с своими поисками смысла жизни, который описывал свой опыт в концлагере, в лагере смерти, и описывал, что люди, занятые только тем, чтобы урвать с себя что съесть, часто деградировали и не выживали. Люди, которые... Вот вперёд, например, учёного, который, находясь в концлагере, мысленно писал книгу всё это время. То есть люди, у которых были некие потребности, выше, чем просто физиологически, почему-то выживали. У нас звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Да, слушаем вас. Так, сорвался звонок. Напомню, телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Да, здравствуйте. Добрый день, Олег. Знаете, у меня есть такое суждение, может быть, не знаю, как вы к этому относитесь. Вот в экстремальных ситуациях жизненных гений проявляется. А вот когда насытый желудок, вот так сейчас, например, и гения, знаете, как-то теряются. То есть их очень мало становится, и всяких идей таких хороших и так далее. Вот у меня такое суждение. Да, спасибо вам. Художник должен быть голодным. Не знаю, я думаю, что гении появлялись во все времена и не обязательно были связаны с сытым желудком. Или им же есть прямые связи, честно говоря. Но мы знаем, можно навскидку привести массу злых художников, голодных, которые пробивались к известности. Тот же Ван Гог и ещё множество других людей, которые писали в «Революции», поэты вроде Велимира Хлебникова, и так далее. То есть были голодные, но был, например, в своё время Гёте, аристократ, красавец. Был лорд Байрон, тоже аристократ, красавец, вполне обеспеченный человек. И наверняка с проблемами физиологии и безопасности у него не было никаких проблем в этой сфере. Хотя в итоге он сам поехал туда, где воюет, где и скончался. Но если говорить об ошибке выжившего, потому что очень часто, когда мы говорим о, например, художниках или живописцах, музыкантах, которые добились успеха, очень часто ведь мы не знаем, сколько людей на этом пути полигула, условно говоря, для того, чтобы дойти до вершины. Мы видим только того, который состоялся. И, соответственно, поэтому определяют, вот, например, художник должен быть голодным, но он же писал там, например, в концлагере или в каких-то экстремальных обстоятельствах, или под гнётом цензуры, и состоялся, как, например, травили Пастернака, но, тем не менее, всё равно Пастернак стал классиком. Вот это не является такой ловушкой, когда мы говорим о тем, кто состоялся, а сколько не состоялись именно по причине того, что они, например, находились в экстремальных условиях, и это их сломило, сломало и дало возможности выстроить. Здесь ещё есть такой вопрос, на самом деле, чьё гениальность лично мы в состоянии оценить? И в данный конкретный период, наверное. Может быть, гений рядом с нами, но мы ещё этого просто не осознаем. И это тоже. Но я думаю, что множество людей знают, что Пушкин – это гений. Если не знали, кто такой Пушкин, и дать ему его посчитать, сколько из них стало бы, что он гений. Но я думаю, что многие знают, что Пушкин гений, потому что к этому привлечали, со школы. Потому что им это рассказывали. Пушкин – лучший русский поэт. Да. И, соответственно, это уже такая истина, которую с детства нам дал. Точно так же, сколько людей способны оценить гениальность Баха или Бетховена. А сколько людей способны оценить гениальность математиков, физиков и химиков. То есть, это надо как минимум самому обладать некоторыми познаниями в этом, а может, достаточно глубокими, чтобы понять гениальность. Поэтому я думаю, что гений – это настолько понятие, которое может быть оценено зачастую или немногими, или через много лет после смерти этого гения. Ну, мы сейчас Бродского, например, прошло не так много лет, ну, конечно, в масштабах истории, но тем не менее, вот Бродского как раз приняли как гения достаточно быстро. С другой стороны, это тоже, наверное, кто-то объяснил, что Бродский – это гений. Для того, чтобы масса это поняла. Знаю, что такое вообще объективный критерий гениальности. А уж тем более в творчестве. Поэтому мне здесь даже, наверное, суждения не будет. Ну, Бродский, опять же, как Ахматова сказала про него, какую биографию делают нашему рыжему, когда был суд, и судья Савельева там задавала ему вопросы из серии «Где вы учились» на поэта, он говорил, что я думаю, это от Бога. И, соответственно, вот эти элементы, они тоже в какой-то степени удовлетворяют нашу потребность. Потребность в том, чтобы гений был рядом. Кто-то был рядом, на кого можно ориентироваться. Есть такая потребность у человека? Кому-то нужен гений, чтобы смотреть на него снизу вверх, восхищаться. Кому-то нужен гений, чтобы оплевать его, разоблачить и покидать у него камнями. Каждому гений рядом нужен для своих целей. Ну, нам человечеству нужен этот ориентир, потому что, ну, может быть, самый простой пример это отношение, не знаю, к политику. Возьмём Владимира Путина. Для одних это некий ориентир самого мудрого руководителя, для других такая красная тряпка. Но, тем не менее, те и другие во многом обращаются к этой фигуре. Очевидно, нам нужны некие фигуры, опять же, или же восхищаться, или же пытаться сравняться, или превзойти, или для того, чтобы оплевать и свернуть, как те памятники нынче в Европе и Америке. Но это не относится к пирамиде Маслова, как считаете, вот эта потребность в самоутверждении, возможно, за счёт кого-то? Ну, вот, мне кажется, это точно, если мы говорим потребность в самоактуализации, то это ловушка. Самоактуализация за счёт свержения и принижения кого-то, это достаточно условная вещь. И, в общем-то, мне кажется, самоактуализация – это то, в чём лично ты становишься лучше. Если самоактуализация в том, что кто-то рядом с тобой и с твоей помощью становится хуже, или мнение о нём становится хуже, вряд ли от этого ты становишься реализованной личностью. Сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернёмся и продолжим программу «Диагноз недели». Оставайтесь с нами. Да, мы продолжаем. Это программа «Диагноз недели». В студии работает врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Родионов. Говорим мы о пирамиде Маслова, о потребностях и принимаем ваши звонки. У нас есть звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дайга. Да, слушаем вас. Я хотела продолжить тему о гениях. И насколько я знаю, насколько я училась и читала книги, гений иногда нельзя оторвать от шизофреников. Это очень близко. Это очень близко. сейчас, допустим, я нахожусь по вашей теории, да, Маслова, на предпоследние ступеньки по возрасту. Но если смотреть по буддизму, там есть восемь ступенек. Да, это другая религия, хотя она не считается религией. Что я хотела сказать. Чтобы не разговаривать с самой собой, вот, допустим, лет 200 назад человек, который разговаривал с собой, считался ненормальным. Но если сейчас идет человек по улице и разговаривает с беспроводными наушниками по телефону, он нормальный. Какой у вас вопрос будет? У меня будет такой вопрос. Небо, где начинается небо и где заканчивается земля. Где-то я читала, что небо начинается там, где заканчивается земля. А после земли космос. Да, спасибо вам. Вот такие философские размышления. Насчет гений сумасшествия. Это действительно что-то рядом? Можно ли это так рассмотреть? Я считаю, что гений это наверняка отклонение от нормы, то конечно. Но сумасшествие мне кажется вполне вменяем был. Я думаю, что большинство известных нам гений в живописи, в литературе и так далее, и в науке. Среди конечно были психически больные люди, но не это определяло их творчество, и среди них было много людей, которых наверное психиатрический диагноз поставить было бы невозможно. Поэтому говорить, что гений шизофреник это где-то рядом, я бы конечно не согласился. А насчет где начинается небо и кончается земля, это за пределами моих суждений я не решусь строить космологические теории. У нас много звонков. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, вот так если разобраться, что такое гениальность, как можно объяснить? Ведь для кого-то он гений, а для кого-то я извиняюсь за выражение непрактичный лох. И потом мне нравится у Дементьева по-моему стихотворение он кончает это тем, что как гениально слушаете вы. Вот что такое гениальность вообще с точки зрения обычного человека? Спасибо. Спасибо вам. Да. Есть определение? У меня нет. Скажем гений это намного больше чем талант. На мой взгляд. гений это человек который мыслит и творит совершенно другими категориями за пределами моего понимания во всяком случае. Мы можем только гения узнать по делам его и то если нам дано вообще его оценить. С другой стороны если мы где-то в школе или в институте о ком-то узнаем что он считается гением это как минимум повод всмотреться вслушаться и попытаться понять. я не думаю что мы должны принимать за гения каждого кто нам провозглашён как гений товарищ Сталин тоже был гением в своё время всех наук и Гитлер кстати и Гитлер был гением всех наук вот я думаю что у меня нет критерий кто такой гений наверное потому что я не гений и всё что мы можем это как бы это сказать не пытаться втиснуть мир и людей в наши привычные рамки потому что гениальность это точно за рамками за рамками как мы привыкли мыслить понимать если есть где-то нам повезло мы можем хотя бы не знаю ты можешь слушая музыку или читая книгу и всё почувствовать не знаю дыхание гениальности если мы способны хотя бы его почувствовать нам крупно повезло ещё звонок у нас здравствуйте как вас зовут добрый день Вадим добрый день меня зовут Александр очень интересную тему вы сегодня открыли про гениев я просто прервал прослушание вашей передачи говорили ли вы о гении и взводействии совместимы или нет почему гений злодей да почему я спрашиваю про эту тему потому что как вы наверное знаете скорее всего я знаю это лучше в Израиле не принято слушать Рихарда Вагнера потому что он был гением он был в чём-то злодеем он был жутким антисемитом хотелось бы услышать ваше мнение по этому вопросу да спасибо вам Александр ну вот интересно гений я кстати с детства на эту тему задумывался вот если мы говорим кстати об Адольфе Гитлере его можно назвать гением в том смысле что он сумел организовать сумел захватить узурпировать власть достаточно долго и успешно и удерживал пока все это не развалилось не очень долго я не знаю я не знаю в какой сфере Гитлер может назвать гением для меня он не гений совместим или гений и злодейства я думаю что гениальность как и многое другое как и талант просто не имеет никакого отношения к морали то есть злодейство это всё-таки аморали в первую очередь гениальность не знаю как ни странно недавно говорил по мупс моей младшей дочерью об этом как будто кто-то наверху окунул кисть в ведро с краской сверху брызнул на землю на кого-то не попало вообще на кого-то попали мелкие брызги на кого-то упала большая клякса вот а на кого это как кому повезёт на злодея на филантропа на порядочного человека на глубоко непорядочного человека я думаю что гений злодейства вполне совместим как и гений и любое другое человеческое качество вот оппингеймер кстати который участвовал в манхэттенском проекте в разработке ядерной бомбы и потом когда он заявил ему приписывают что я разрушитель миров ведь они же понимали над чем они работают в общем-то те гениальные учёные которые создавали атомную бомбу создавали оружие уничтожения которое потом было сброшено на Хиросима и Нагасаки вот здесь как и академик сахаров академик сахаров водородная бомба но его бомбы не сбрасывали на людей по крайней мере я не знаю опять же я не гений и уж точно очень далёк от математики и физики мне кажется люди это решали скорее как мне представляется как очень сложную научную задачу о дальнейших практических применениях и они конечно задумывались но тоже в плане чисто теоретическом скорее всего у нас все-таки передача не о гениях да но это ведь о стремлениях тоже в какой-то степени нет вот это создать что-то решить какую-то задачу это как раз относится к стремлению это стремление это самая актуализация это наверное то где ты ощущаешь свою значимость решив то что было не по плечу кому-то до тебя это что-то абсолютно новое в области злодейства очевидно тоже я хотел сказать что в общем-то помимо за исключением наверное физиологических потребностей все остальные ступени масла абсолютно условны на самом деле понятие безопасности ну понятие безопасности с людьми которые прожили войну или голод или еще безопасность что-нибудь понятно когда тебя не убивают когда тебя когда ты можешь не умереть от голода когда ты окажешь медицинскую помощь и так далее наверное сейчас очень часто звучит фраза если где-то руководить какой-нибудь это не у нас правда скорее на западе какой-нибудь компанией допустил высказывания которые считаются гомофобным или трансфобным кто-то может сказать из работ в компании я здесь не чувствую себя в безопасности все эти безопасности очень условно но есть ведь примеры например у меня есть знакомые которые переехали в Ригу из Израиля в Латвию из Израиля оставаясь патриотами Израиля по причине того что просто устали от там ракетных ударов то есть это выбор более безопасного места хотя может теряешь какой-то социальный или даже финансовый сфер да наверное хотя знаю большинство приехавших израильтям регулярно ездят обратно на родину и искренне любят Израиль что еще о безопасности о той же стабильности вот все мы знаем выражение брежневский период застоя который 18 лет описывается как душная атмосфера в которой все было ужасно и так далее сейчас все больше в фейсбуке потому что это текст это было прекрасное время когда люди были уверены что им гарантирована крыша над головой медицинская помощь и образование когда были уверены что их не выгонят на улицу когда их завтрашний день был им гарантирован насколько был весел это гарантирован это отдельный вопрос но вот опять это очень двоякий подход с одной стороны для кого-то это период страшного застоя с другой стороны для кого-то это некая райская страницкая история которой можно только ностальгически вздыхать и мечтать но диктатура ведь играет с иллюзией стабильности нет диктатура авторитарный режим они создают ощущение того что вы защищены стоит кто-то кто будет вас защищать ощущение стабильности вообще слова стабильность когда ну в таком мире когда все может поменяться в один день да потому что знаете есть фраза которая часто звучит в описании состояния чего-то здоровья стабильно тяжелая тоже стабильность но какая-то нерадующая хорошо стабильно тяжелая в городе как не умирает некая стабилизация но и в лучшую сторону тоже не движется но все-таки формулировки стабильно тяжелая и мне кажется что стабильность дает некое ощущение того что все не так плохо как могло бы быть то есть человека стабилизировали то есть ему сейчас прямой угрозы жизни нет хотя не факт что выздорове но тем не менее это все-таки позитивный же симптом сигнал высказывает надо спрашивать того кто находится в стабильном состоянии ну для врачей которые говорят что мне стабильно плохо и я не вижу просвета вряд ли звучит очень позитивно так себе до перспективы конечно дальше мы во первых понимая эту иллюзию безопасности как вы тоже сказали все может поменяться в один день ну ковид показал что все может измениться и граница закрыться а самолет остановиться мы этого даже представить не можем ковид банкротство тяжелая болезнь то есть на самом деле мы точно понимаем что любая стабильность это иллюзия если мы любим стабильность этим надо наслаждаться пока оно есть потому что мы не знаем что будет завтра но людям дана возможность надеяться людям дана возможность подкреплять свои надежды экскурсами в логику в историю и так далее и так далее то есть все это весьма субъективно но если эта иллюзия позволяет нам чувствовать себя хорошо так и слава богу так и слава богу а вот что касается остальных частей пирамиды маслов потребность в познании ну развитие интеллектуальное тоже не для всех наверное много ли вы знаете Вадим людей с потребностью в познании ну вопрос что мы под этим подразумеваем я думаю что если мы берем среднестатистического человека то у него тоже есть потребность в познании мы же читаем книги смотрим научно популярные передачи не все но тем не менее есть такие люди и в этом тоже есть потребность в познании вопрос наверное если мы разделим на условные группы кто-то познает не знаю ну возьмем какого-нибудь блогера который что там делает ну готовит чинит машины тоже же потребность в познании хотя может показаться что он не читает Достоевского там Толстого не анализирует Анну Каренину во-первых совершенно не все книги ведут к познанию ну я сейчас привел ряд писателей которые вроде как книги несут функцию по большей части развлечения но сейчас уже меньше мне кажется кто читает книги сегодня ради развлечения мне кажется не так много людей я думаю кто-то читает наверняка хотя вот я вот разговаривал с моим другом который мы знаем мне книги книги больше не интересны и в общем-то это не делает его хуже или лучше нет может быть просто определенный этап потому что известная мысль о том что человеку положено читать ну на самом деле это неправда на самом деле это неправда потому что я на вскидку вспомню энное количество людей которые не очень читают и при этом в этой жизни добились достаточно многого создали много нового и будто не мешает им быть теми самыми самоактуализирующимися личностями точно так же потребность в эстетике тут мы упремся опять в конфликт потому что вы же знаете что такое эстетика приятие искусства обязательно кто-то будет в пошлости в дурновкусии в полном непонимании что такое искусство и так далее и так далее вот я кстати прочел буквально на одном дыхании новую книжку Прилепина ополченский романс которая вышла недавно да за которую наверняка да за одно это выражение в меня куча народа будут плеваться ну я например читал книгу Прилепина обители и считаю что она очень классная хотя не разделяю его политические взгляды здесь вопрос в том и кстати это тоже дискуссия которая нередко ведется мы можем принимать художника и признавать его талант если не согласны с его политическим высказыванием но тоже сказал звонивший в Израиль не слушают Вагнера многие а многие слушают на самом деле насколько я понимаю Вагнер официально запрещен его исполнение в Израиле не знаю я что-то путаю но то что Вагнер был патологическим антисемитом и ненавидел евреев это известная история за что и был любим Гитлером и всей его команды что дальше вот мне кажется потребность любви да наверное тоже в той или иной степени есть у всех хотя опять очень субъективное понятие мне кажется потребность любви если так уж посмотреть на ситуацию она идет вместе с абсолютно базовыми какими-то вещами ведь ребенок рождается у родителей кому-то конечно теряет родителей кого-то не любит но вот эта потребность она ведь заложена вместе потребность любви это не только потребность быть любимым потребность любить и потребность любить кого-то потребность в принадлежности но послушайте мы можем опять проследить по социальным сетям как люди в каком-то Броновском движении, то объединяются в какие-то группы за кого-то или против кого-то, что тоже, наверное, даёт иллюзию и ощущение принадлежности. Я думаю, потребность в принадлежности, на самом деле, на мой взгляд, это основное лекарство от одиночества. Я думаю, что большинству людей ощутить себя одинокими очень тяжело и страшно. Поэтому потребность принадлежать к некой группе, это, наверное, вполне можно понять. Я думаю, во времена древние человек, который был изгнан из рода, из семьи, из племени… Он считал тяжёлым наказанием. Слово «изгой». Изгнан. То же самое «изверг», «извергнутый». То есть это было не просто наказание, человеку было очень мало шансов выжить где-то вне своего рода или племени. Он в лучшем случае был бы обращён в рабство, а в худшем случае растерзан хищниками или просто убит. То есть человек один беззащитный. Я думаю, нам до сих пор через десятки и сотни поколений мысли о непринадлежности к чему-то тяжелы. То есть люди, которые не стремятся к чему-то принадлежать, их мало. И даже они, я думаю, всё равно где-то, хоть к какой-то малой группе людей, но себя причисляют. То есть человек – существо стадное, как известно. Даже стадное, но это чересчур. Насчёт потребностей познавательных. Мне кажется, всё-таки у человека есть потребность в познании. То есть вопрос, как я уже говорил, в познании чего и кого. Кто-то готов искать подтверждение того, что Земля плоская, но он всё равно будет пытаться как-то это познавать иллюзорно. Всё, дальше мы упираемся в одну сплошную субъективность. Субъективно, безусловно. Я точно не соглашусь с Масловым, что восхождение по этой пирамиде обязательно поступенчато. Можно перепрыгнуть? Можно перепрыгнуть. Я думаю, можно удовлетворять эстетические потребности, абсолютно не будучи в безопасности, так же, как интеллектуальные потребности. Я думаю, что можно и самоактуализироваться посреди полного хаоса. Хаоса, который творится в мире вокруг тебя. Но Гинсбург ведь в крутом маршруте она как раз описывала, что оказавшись в лагерях, она спасалась, читая про себя стихии. Это как раз пример. Может быть, исключительный, но тем не менее, пример и попытка через эстетику сохранить себя в этих чудовищных условиях. Когда, в общем, всё сосредоточено на базовых ценах, на выживании фактически. Очевидно, для неё это была опора. И в нечеловеческих условиях не забывать свои ценности, в которых выстроена была именно её Гинсбург, система ценностей. Не система Маслова, а её собственная. Я думаю, что каждый из нас строит свою пирамиду. Иногда, правда, некоторые из нас строят пирамиду на костях окружающих. Тогда пирамида Маслова превращается в пирамиду Хеопса. Кстати, о строении пирамид. В своё время фараон Хеопс, построивший эту пирамиду, подорвал экономику всего Египта. Потому что, это зафиксировано в исторических книгах, это была невероятная, чудовищная нагрузка всю экономику. Люди были оторваны от работ, тысячи людей, чтобы доставлять материалы, чтобы строить. То есть, Египет от этого удара, а после этого оправлялся годами. Но это ведь как раз история с символами, опять же, история со стремлением. Потому что империстейт-билдинг, который фактически был единственной стройкой в Нью-Йорке во время Великой депрессии, тем не менее, сейчас воспринимается как некий символ победы, в том числе, над этой депрессией. Также пирамида Хеопса. В Нью-Хеопс тоже сейчас некий символ. Вопрос, что это? Латвийская национальная библиотека, её строили в разгар кризиса 2008 года. Я помню, мягко говоря, невосторженное мнение населения о ней. Да, тоже помню. Я думаю, что есть люди, которые выстраивают свою личную пирамиду, а-ля масло, но они – это чувство безопасности добиваются за счёт других. Чувство признания из других выбивается. И вообще есть многие, для которых потребность в познании, потребность в эстетике и так далее, якобы потребности, это потребность иметь основание смотреть на других людей свысока. Условно говоря, ты не читаешь те же книги, что и я, ты слушаешь рэпа, а не Бетховена, ты любишь Евтушенко, а не Бродского и так далее, и так далее. Значит, ты некое существо низшего порядка. Вот мне кажется, вот этот соблазн, соблазн в ощущении превосхода с окружающими ведёт тебя совершенно иллюзорными путями. Это не самоактуализация. Это не хотя… Не знаю, я сейчас сразу поправлю себя. Спортсмены, стремящиеся победить кого-то, добиться результатов, которых до них никто не достигал, наверное, тоже самоактуализация. Но это превосходство не за счёт высокомерия, а за счёт невероятной работы и, наверное, тоже таланта или гения. Так, у нас только что был звонок. Успеем ли мы ещё принять? Спрошу я нашего звукорежиссёра. Да, успеем. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Михаил. Да, Михаил, слушаем. Ну, на мой взгляд, да, я читал много религиозной литературы, самоактуализация – это всё, вот всё, что вы перечислили, все ступени, они везут к самоактуализации. И вот самоактуализация – это самое главное, это чтобы понять замысел Бога, для чего ты нужен, для чего ты живёшь и так далее. А если это переводить на слова атеизма, то это нужно гармонизировать вокруг себя, минимальное причинение окружающим, и задавать залог на то, чтобы продвигать это в будущем, то бишь, как сохранение клетки. Мне кажется, это самое лучшее, что можно привести. И ещё один заметка, когда вы говорите у каждого свой вот этот вот степень пирамиды, ну, или там вот градации и так далее, то это получается в том, что если вы будете думать, что у каждого своё, это и есть незнание, вот это познание вот этих ступеней, это и есть понять смысл всего. И она, в принципе, у всех одинакова. Просто степень понимания вот этого, каждой вот этой штучечки, да, она легко понимается тогда, когда вы идёте путём какой-то религии или вот глубокой психологии. Да, ну, я рад, что Михаил продвинулся на пути познания. Беда в том, что сторонники разных религий часто друг с другом не согласны. Я думаю, что не лёгкости познания, что так это всё легко, это некий дьявольский соблазн, Михаил. Ну, это упрощение, как мне кажется. Это некое упрощение, да. Я думаю, что я вполне верю, что человек, искренне верящий в Бога и идущий путём некой религии, может достигнуть самоактуализации, если это тот путь, который для него важен, в котором он ощущает себя состоявшимся. Точно так же мы знаем массу самоактуализирующихся атеистов и на пути продвижения и сохранения клетки, это уже больно мудрённо, тем более предел Хейфлика есть, его никто не отменял. 50 делений. Поэтому мне кажется, что если далеко не заходить, то мы можем осознавать всю условность пирамиды Маслов, можем осознавать иллюзорность их ступеней, но всё, что мы можем делать, это осознавать свои собственные потребности, если мы можем добиться безопасности для себя и для окружающих нас людей, это прекрасно. Если мы продвигаемся в сторону познания и стараемся быть лучшей, узнавать этот мир вокруг нас, что-то в нём создавать, тоже прекрасно. Если в конце можно тереть подсолба и сказать, наверное, я всё-таки самоактуализировался, это совсем хорошо. Ну что ж, на этом мы закончим сегодня нашу программу. Программа «Диагноз недели». Её ввёл врач-психиатр Арель Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Родионов. Я с вами не прощаюсь. Мы через час встретимся в программе «Вечерний интерактив». А Арелю мы говорим до свидания, до следующей недели. Всего доброго. Продолжение следует...